сейчас расскажу вам свой сегодняшний рабочий день как security значит празднулась я в 6 30 утра потому что вчера вечером когда я уходила с работы в 20 30 вечера я спросила у нашего заместителя начальника во сколько я начинаю свой рабочий день на следующий день потому что расписание еще не было готово она нас составляется вечером накануне на один день вперед то есть на завтра но наш заместитель сказал что расписание еще не готова игры во сколько мне завтра приходить на работу он сказал в 7 30 ну окей раз 7 30 я встала в 6 30 собралась в 7 часов мне звонит мой непосредственный руководитель и говорит иди работать на четвертую палубу я говорю подождите я же 7 30 у меня еще как бы 30 минут есть и я хотела еще там подкраситься перекусить до сходить завтрак как бы тоже никто не отменял мне говорят нет ты стоишь по расписанию в 7 часов утра я говорю прекрасно но мне вчера заместитель сказал что я стою в 7 30 вот говорю уточните пожалуйста у него эту информацию все как бы поговорили поговорили я быстренько накрасилась пошла на завтрак начинаю завтракать мне звонит другой руководитель и говорит мы тебе вчера не дозвонились мы тебе звонили поздно и ночью поздней ночью не дозвонили за тебя мы тебе хотят скажет из 7 утра начинаешь свой рабочий день поэтому давай очень быстренько быстренько беги на четвертую палубу все бросали беги это как думаю блин ну ладно что делать вот ну я то что успела поесть то поела конечно же ну и пошла на четвертую палубу что только что такое четвертая палуба это когда все гости выходят с нашего лайнера мы должны у них пропикивать их вот эти вот сипоскарц карточки в общем посадочные и должны проверять что все нормально никаких сообщений нету что там они где-то деньги должны еще там что-то вот и в общем гости у нас высаживаются заходят в терминал в порт и мы должны каждому каждому гостю сколько их там у нас там 3700 или 3800 до 3800 человек должны каждому проклацать их вот этот вот посадочный сипоскарте посадочную карту вот ну и соответственно я стала и надолго я встала потому что людей очень много и прям подряд стоишь всем клацаешь вот эти вот карточки пропикиваешь сканером вот мы проверяешь чтобы лицо соответствовало чтобы это была именно та личность которая тебе дает эту карту именно наш пассажир там смотришь сверяешь имя спрашиваешь так ли вас зовут он говорит человек тигры да нет и смотришь фотографию что все соответствует ли какие-то сообщения с гостевого сервиса что гостю необходимо к ним прийти то говоришь извините вам нужно пройти сейчас на газ сервис там что-то вы должны не знаю что именно но вы должны туда пройти там уже на месте вам объяснят вот еще говоришь людям что когда вы придете паспортный контроль в терминале то вы сможете забрать свой свою прохи бита то там что такое просит это там очень когда люди садятся на лайнер да мы у них проверяем багаж сначала терминале багаж проверяют потом приводят к нам и мы изымаем из чемоданов запрещенные предметы это extension cords extension cords это удлинители потом тройники и всякое такое общем нельзя на лайнере потому что это огнеопасно мы же не знаем исправно это неисправно steamer и нельзя steamer это такие типа как утюги паровые потом утюги нельзя в общем целый перечень предметов которые нельзя там большие ножи нельзя и все такое общем это все изымаем описываем прикрепляем бирочку и потом когда уже завершается наше путешествие пассажиры выходят в порт вот после паспортного контроля они могут забрать свои вот эти вот предметы все которые были изъяты в первый день их путешествия вот ну и говоришь соответственно человеку что у вас есть запрещенный предмет который был изъят заберите его пожалуйста после паспортного контроля ну сообщаешь людям напоминаешь как бы да потому что очень много людей забывают представляете у нас каждый круиз мы изымаем где-то бывает там 120 130 150 предметов да мы изымаем и люди и плюс еще в терминале изымают там какую-то часть терминал изымает а какую-то часть чемоданов они нам отправляют если вместе с терминалом то там бывает около 200 запрещенных таких всех предметов и получается чтобы примерно половину нам обратно возвращают потому что люди их не забирают они забывают про них к сожалению хоть даже мы и напоминаем они все равно забывают не знаю почему хотя там достаточно дорогие вот эти steamer и дорогие утюги и очень таки и эти предметы нам обратно возвращают из порта когда люди их не востребовали мы должны будем хранить какое-то количество дней а потом это все подлежит утилизации такая система ну ладно я не об этом я своим рабочим днем почему ты это людям все сообщаешь и стоишь так вот примерно часа может быть три-четыре пока не все выходят выходит выходит потом когда все люди вышли я пошла в лаунж в лаунже мне нужно было тоже шпонькать вот эти вот карточки но там нужно было шпонькать карточки тех пассажиров которые уже закончили свое путешествие закончить этот круиз но они хотят следующий круиз поехать то есть back-to-back пассажиры то есть они из круизов круиз могут с нами ездить либо они купили два круиза подряд или три круиза подряд называется back-to-back пассажиры старые карты свои они сдали им выдали новые мне нужно теперь проклацать вот и мы ждем когда у нас нулевой аккаунт когда все полностью пассажиры это у нас рация когда все пассажиры полностью сошли в нулевой аккаунт и тогда только мы начинаем уже вот этих гостей гостей шпонька ну и в общем мы звонили начальнику просили чтобы их побестрее если можно высадили потому что нам нужно начинать на же процедуру вот этих вот back-to-back пассажиров вот потом мы сделали этих back-to-back пассажиров я пошла сходила на свой перерыв 30-минутный перекусить вот потом я сменила парня опять на этой же открытой палубе 4 он пошел на обед я осталась там стоять на этом месте потому что теперь пассажиры уже заходили пассажиры заходят и их чпонькают в терминале просто они подходят спрашивают где у них места сбора там у всех пассажиров разные места сбора называется master station то есть если какая-то emergency ситуация то есть что-то происходит на лайнере все пассажиры должны собираться на определенных в определенных точках и у каждых пассажиров свои точки сбора вот они должны были там собираться и их встречать сотрудники наши ну и объясняет им что делать случае такой вот ситуация непредвиденной как им действовать как бы инструктаж проводят вот они все заходят и спрашивают где наша вот такая-то такая-то emergency station master station и показываешь им куда им идти в какую сторону они заходят без багажа потому что багаж отдельно завозят они его заранее сдают там в терминале багаж проверяют чекают и от багажа завозят отдельно с другого входа и там уже изымаем вот эти все запрещенные предметы это на дек номер один на первой палубе происходит все вот и значит пассажиры когда хотят выйти в терминал то я должна проинформировать терминал что такой-то такой-то пассажир хочет выйти то есть они же зашли на лайнер уже зарегистрировались как бы нежелательно чтобы они выходили но если им очень нужно то что-то забыли еще какие-то вопросы то можно но им нужно будет вернуться как побыстрее желательно я их об этом информирую вот еще моя задача шпонькать сотрудников который выходит и заходит выходит и заход вот шпонькать их карты что каждого сотрудника тоже есть карта вот потом после этого я опять стояла какое-то количество часов потом после этого это с 7 30 там находилась потом я спросила у парни говорю ребят у нас будет какой-то может быть чай пойти попить ну хоть чуть посели потому что стоять столько времени на ногах уже было на часа три вот до дня получается 7 30 до 3 часов дня был один перерыв вот это 30 минутный да на перекус игру может быть как-то кто-то нам из начальников даст минут 15 до 10-15 там чай попить вот но они видимо спросили и разрешил наш руководитель я побежала 10 минут 10-15 посидела чай попила вот пришла обратно сменила сотрудника он пошел пить чай и наверное где-то около 4 часов мне позвонила наша начальница у нас много начальников я почему-то начальница начальник у нас сотрудников наверно меньше чем начальников позвонила одна из наших непосредственных руководителей супервайзер в общем у нас получается над нами супервайзеры потом арсики потом заместитель а потом самый главный начальник вот и значит одна из наших супервайзеров позвонила не сказала чтобы я пошла проверила все палубы при эмбаркейшн называется я должна проверить что все в порядке никаких подарительных предметов я все прошла проверила потом она не позвонила сказала теперь иди на капитанский мостик тебе нужно будет забрать оттуда пайлота как мне сказали это на русском лоцман называется забрать оттуда пайлота и провести эскорт его на выход вот я пошла на мостик капитанский забрала там пилота лоцмана пайлота вот и довела там была женщина я ее довела до выхода почему мы должны сопровождать потому что вот эти вот все лоцманы до пилоты они с корабля на корабль да с лайнера на лайнер ездят помогают ездят ну короче вы поняли меня доходят по морю ходят на своих специальных бортах и помогают большим лайнерам отчаливать от берега и причаливать к берегу потому что они очень хорошо знают эту местность чтобы там не зацепить другие лайнер не зацепить дно пройти там чтобы все все хорошо было как по маслу вот но они не знают лайнер изнутри куда им идти как им выходить поэтому нужно очень очень быстро провести этого лоцмана к открытой шелдор к открытому люку к открытой двери вот и предварительно говорят какой открывать борт ста борт или порт сайт открывать вот я в данном случае на порт сайт ее отвела и к нашему судну идущему на полной скорости причпаковался ее борт так и называется пайлот такой судно достаточно крупная и она с нашего лайнера как бы вот переходит перепрыгивает на другое судно вот она перешла и после этого я начала помогать ребятам разбирать все оборудование нужно было все выключить перенести поставить там наши установки и сепи называется вот эти вот такие большие штучки тяжелые как типа компьютеры но они такие не должны короче там вся информация и сепи в общем называется я когда чпонка я всю эту информацию вижу на экран выводится о сотрудниках тому пассажирах эти большие такие металлические установки не очень тяжелые они на колесиках мы их перевозим с одного места на другое нужно было перевести и за секьюрить то есть как привязать короче чтобы когда лайнер шатается они не падали security короче вот это все начали мы разбирать все это оборудование разносить по углам веревками за потом в наш офис относить все предметы вещи просто знаете мы каждый раз все убираем то есть когда вот мы причаливаем да мы все оборудование выставляем потом когда мы в море отошли мы все оборудование убираем каждый раз у нас вот это вот знаете эта процедура поставили установили потом все убрали то есть опять что она все очень тяжелым постоянно таскаем туда-сюда с места на место вот у нас значит одна сотрудница заболела у него не было сегодня потом нас один парень ушел в отпуск на два месяца вместо него должны были кого-то прислать но никого не прислали поэтому нас сотрудников как бы не хватает я должна была работать сегодня с 7 утра до 8 вечера вот но я вышла в 7 30 потому что вчера были непонятки с расписанием и мне не дозвонились во первых они звонили видимо глубокой ночью потому что я на ночь телефон отключаю но извините но я хочу спать просто мне не очень приятно когда мне посреди ночи звонят и говорят ты завтра выходишь 7 утра я просыпаюсь и потом я не могу уснуть так было уже неоднократно я поэтому стала отключать телефон ну хочу просто отдохнуть по-человечески в человеческих условиях потом мне еще на телефон часто звонят сотрудники из других отделов пойдем куда-нибудь сходим пойдем посидим я допустим сплю меня звонит телефон и просыпаюсь блин ну зачем ты мне звонишь ну вот поэтому я телефон стал отключать вот они не дозвонились на наши начальники говорит можете не дозвонили все такое но я началась получается 7 30 я если поставила в у нас есть компьютеры где мы должны обязательно хронос короче мы должны там обязательно вбивать время когда мы начали работу когда мы пошли на перерыв когда пришли с перерыва когда мы закончили работу вот я вбила себе в это расписание 7 30 потому что я вышла не ровно же 7 а чуть позже доносе поставила 7 30 и я сегодня должна работать до 8 вечера но мне позвонила моя супервайзер и сказала что у меня сегодня рабочий день продлен до 10 вечера вот так что я сейчас ох рассказываем это все и ну как вам сказать ну ладно работаем работаем просто нельзя негативно себя настраивать нельзя вот это вот нагнетать обстановку ну ладно до 10 так до 10 нас просто не хватает людей вот реально физически людей не хватает же говорю мальчик один ушел вместо него никого не прислали должны были прислать но не прислали девочка одна заболела в итоге у нас маленькая горстка сотрудников и работать некому вот просто реально некому ребят и получается 7 30 до 10 вечера посчитать сколько часов я сегодня на ногах вот такой у меня рабочий день получается и значит и я потом когда вот это все за секьюрили мы все оборудование повязали веревками обвязали по относили по местам отнесли в офис заполнили бумажки необходимость куча бумажной работы всю на английском языке конечно же потом девочка у нас там одна сидела вот эти вот все до конца описывала изъятые предметы про хиби тайтам и я рядом с ней там помогал ей что-то там убирала что-то там подвигала мусор выкидывала в общем пока на это все писала мне сказали будь с ней ну принципе я уже была свободна как бы да я могла пойти на этот 15 минутный перерыв быстренько что-то перекусить но мне сказали будь с ней не можем где не обидно было что она одна и поэтому я была с ней как бы там мы там потом с ней стол начали убирать потом там бумажки все тут все поубирали и потом в конечном итоге мы с ней пошли перекусить у нас был 15 минутный перекус и потом мне сказали что нужно обойти переодеть форму в 6 часов вечера мы должны переодеваться вечернюю форму у нас есть дневная форма есть вечерняя форма с утра до 6 вечера мы в дневной форме с 6 вечера и всю ночь мы должны быть в ночной форме тут галстук рубашка с длинными рукавами и брюки совершенно другого покроя очень неудобные я по-моему в одном из видео показывала рассказывала все про форму вот так что мой день еще не закончился ребята я сейчас в рабочем процессе работа не завод бумажки с бумажками разбираюсь тут сижу бумажки нужно разобрать и по мере поступления задачи в общем задач обычно много бывает получается у нас я даже посчитаю вам все еще раз расскажу сколько у нас сотрудников работает вот таких которые как рабочие сотрудники да так скажем рабочие лошадки сколько у нас начальников начальников мне кажется столько же сколько и рабочих лошадок поэтому рабочих лошадок но не хватает вот честно скажу не хватает еще и сейчас у нас не полный комплект получается вот такие дела вот такой вот мой прекрасный рабочий день вот